Здравствуйте! Летние каникулы закончились и дети пошли в школу. Сегодня поэтому мы поговорим о том, как дети должны себя вести дома и на улице, и что должен знать каждый ребенок. Уважаемые взрослые, помните, что именно вы должны объяснить своим детям, как вести себя при походе в школу, при встрече с незнакомцем и в тех случаях, когда они остаются одни дома. Напомните ребенку правила дорожного движения. Детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к автомобильному движению и переходить дорогу только по пешеходному переходу. В конце июля в Рыбинском районе мальчик пренебрег правилами безопасности, перебежал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. В осенние месяцы на улице темнеет рано. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок был заметен на дороге. Наклейте ему на рукава одежды, рюкзак, светоотражающие наклейки. Наденьте на руку светоотражающий браслет. Также объясните, что категорически запрещается играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки. Расскажите своим детям, особенно тем, кто только идет в первый класс, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, принимать от них подарки, уходить с ними или садиться в машину. Помните, поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Уважаемые родители, не отпускайте детей к водоемам без сопровождения взрослых и научите их, что им необходимо делать, если вдруг они окажутся в воде. Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб. Список телефонов необходимо вывесить на видное место в доме, а еще лучше, если ребенок выучит эти номера наизусть. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова